МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом нашему телеканалу рассказал куратор культурно-образовательной программы и советник руководителя Россотрудничества Нармин Ширалиева. Здравствуй, Россия! Это программа для молодежи от 14 до 19 лет. Для ребят, которые родились в семьях, может быть, от смешанных браков, чьи родители россияне, кто изучает русский язык, кто чувствует вообще свою общность России. В идеале нам бы хотелось, чтобы они выбрали Россию и местом для получения высшего образования. Цель программы этого года – показать ребятам сегодняшнюю жизнь нашей страны и успешную профессиональную реализацию россиян. Поэтому для участников проекта организовали встречи с известными российскими деятелями культуры и спорта, а также с молодыми учеными в Дубне и Жуковском. Для удобства перемещения между локациями, а также с целью ближе познакомить юных гостей со всего света, организаторы разделили их на 25 команд. Каждая группа носила имя великого русского, изменившего мир. Да, перемешали ребят с разных стран. И я вот находилась в команде Сахаров. Мы в первый день сразу все немножко опешили, когда узнали, что будем с разными ребятами. Очень переживали, как сдружимся, не сдружимся. Получится у нас найти общение, не получится. Ну, вроде бы так, мы все сдружились, и это очень радует. Были замечательные экскурсии, замечательная программа. В этом году они участвовали в программе по интересам. Например, вот они у нас творческие дети, но они хотели узнать больше о космосе, о авиации. И они попали в команду «Гагарин». И они были и в Королеве, и в Дубне. Плюс они посетили и литературную экскурсию, и историческую экскурсию. То есть, действительно, они познакомились с Россией уже взрослой. Для них это просто замечательный опыт. И я надеюсь, что они отсюда уедут со связями и будут практиковать еще больше русский язык, потому что им будет теперь с кем разговаривать, и у них будут общие интересы. Ярким впечатлением для юных соотечественников стали и культурные мероприятия. Спектакль Большого Московского цирка под руководством братьев Запашных, рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» в Театре Моссовета, концерт Сергея Безрукова и его группы «Крестный папа», а также посещение нескольких крупных музеев. Наша съемочная группа побывала с участниками программы в Центральном музее Победы Великой Отечественной войны. Но с момента начала войны в этой школе расположился госпиталь. Масштабная композиция «Подвиг народа» повествует о вкладе в победу тружеников тыла, рядовых граждан страны, медиков, деятелей науки и культуры. Проекту нет аналогов в отечественной музейной практике. Здесь уникальные экспонаты соседствуют с дополняющими их декорациями и спецэффектами, созданными с потрясающей достоверностью. Музей Победы должен оставаться обязательным пунктом в программе «Россотрудничество», считает педагог русского языка Елена Ураева, сопровождающая юных гостей из Белоруссии. Эта тема Великой Отечественной войны – это то, что нас объединяет. Общая победа – это все по советское пространство и, наверное, все мировое сообщество. И очень здорово, что ребята из разных стран могут соприкоснуться воочию с этой темой, потому что наши ребятишки, к сожалению, в разных странах эту тему изучают совершенно по-разному, а кто-то вообще с ней не соприкасается. Музей Победы также посетила группа сирийских школьников, в составе которой были и русскоязычные, и арабоязычные ребята. В Москву они прибыли по приглашению министра обороны Сергея Шойгу. Эта поездка – отличная возможность для молодых людей больше узнать о культуре и жизни России. У себя на родине они изучают русский язык, посещают русский культурный центр и каждое 9 мая выступают перед военными. Некоторые из них пели и некоторые читали стихи. Я как раз читала стих. Учатся тучи, вьются тучи, Невидимкая луна освещает снег летучий, Мутно небо, ночь мутна, Еду-еду в чистом поле, Колокольчик динь-динь-динь, Страшно, страшно по неволе, Средневедомых равнин. Грандиозным финалом для программы «Здравствуй, Россия» стал танцевальный вечер под руководством заслуженного деятеля искусств Гедемина Сатаранды. Мы предложим исполнить московскую кадриль и дальше знаменитые танцы, которые составляли всегда суть русского балла. Это и полонез, и другие танцы, которые связаны с историей разных стран. Позже юные соотечественники подготовили показ командных визиток. Каждая характеризовала страну, из которой они прибыли. У нас будет международный танец. Мы там с парнями тоже танцуем. Называется Дабке. Оно очень популярно у нас вообще. Мы не только Ордане, там еще другие арабы. Там Ливан, Палестин, Сирия. Ну и из Египта, кто приехал с арабами. Вместе собираемся и танцуем этот международный танец. За семь дней пребывания в Москве участники проекта не только открыли для себя Россию и обрели новых друзей. Самое главное, они смогли почувствовать себя частью огромного русского мира. А вот я первый раз в жизни в Москве нахожусь. И правда, потому что моя мама русская, чувствуется, что правда родная страна, и я не чувствую, что как-то по-другому. И она как ближе к сердцу, правда. И правда, очень хорошо, что... Я очень рада, что мы здесь. Спасибо. 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 담г Субтитры создавал DimaTorzok